здравствуйте мои дорогие друзья мои любимые подписчики случайные гости зашедшие на канал коллеги всех рад приветствовать на развлекательном познавательном портале о рыбалке и отдыхе на природе подслушано секреты рыболова я предлагаю вам сделать квартирный вариант настоящих бочковых квашеных помидор для людей у которых нет возможности иметь огороды дачи нет погреба и тому подобное как сделать сверх шикарные квашеные помидоры такие как вот на язычке вот так вот пощипывают такие вы никогда не купите в магазине а можете сделать только сами значит способ никакой не секретный чем он удобен в основном все рецепты снимается в сезон когда идет сбор урожая есть помидоры все хотят закрывать различными способами делают китч и соусы вот и к васят также но если человек живет в квартире у него допустим нет возможности где-то высаживать помидоры огурцы то есть нет участка да и даже если есть участок но там они не сажают я купил обычные помидоры в пятерочке вот у нас они называются сливовидные прям на ценниках так и написано помидоры сливовидные в самый сезон в пик они стоят там от 50 там до 100 рублей потом сезон кончается повышается значит цены они там начинает стоить от 100 до 150 рублей на трехлитровую банку придется потратить там больше 300 рублей чтобы закрыть но бывает иногда что вот прям хочется хочется зимой а взять негде вот через неделю у вас будет уже готовый вариант за неделю вы можете сделать на дому сделали баночку за неделю захотелось вам еще пошли купили помидоры снова сделали за неделю вот этот вариант лежит это у меня с моего огорода вот похожие я купил в пятерочке почему я купил то есть я основные свои все уже закатал и мне просто хотелось вот такие вот ровненькие красивенькие если вы знаете да на огороде они все у нас вкусные но немножко не вышли можно так сказать лицом а магазинные штампованные они конечно не такие полезные но зато лицо у них как будто яйца куриные один к одному с одной дыры вышли ну давайте перейдем к рецепту и так смотрите вам понадобится трехлитровая банка на трехлитровую банку мы берем 3 ложки соли столовые это около 80-100 грамм и 10 грамм сахара возьмите отдельный литр воды растворите в этом литре воды соль и сахар и пусть это пока ждет далее складываем в банку помидоры складываем банку помидоры но не забудьте для начала взять вот так вот зубочистки и каждую помидоринку так можно сказать лишить ее самого сокровенного целостности мы протыкаем вот здесь вот ей отверстие все и убираем каким способом будет попадать соли они просолятся хорошо и не испортится далее мы сложили помидоры кто что любит то и кладите нет такого конкретного рецепта вот я положил чесночок туда даже не очищал положил туда листики хрена с огорода прям засунул укроп я не клал я просто семена укропа положил черный перец горошком положил все все это положил и теперь заливаем нашим рассолом которым мы растворили соль и сахар то есть у нас был литр просто заливаем в банку значит этот литр и все что не хватит доливаем обычной фильтрованной или родниковой водой у меня родниковая конечно лучше получается и все закрыли крышкой возьмите обычную пластиковую крышку такую вот и ей закройте вот у меня я вытащил из этого рассольчик помидорки было закрыто обычной крышкой вот этим помидоркам две недели но через неделю они уже готовы банку ставите в тепло в тепло ну них батареи прямо просто в квартире ставите в тепло банку и она неделю бродит из нее выходит сок вы подливаете снова если выходит через неделю уже можно есть через две недели получается смотрите какой вариант вот они такие вот прям как я вот обожаю вот с них кожица снимается прям легко вот так вот на вкус они очень сочные до мандури мясистые это не передать ничем друзья это бесподобно с подобно не хотите трехлитровую банку возьмите литровую банку допустим поставили литровую банку через неделю она готова и так каждую неделю можно по одной литровой банки покупать таких помидор они в продаже круглый год в этих пятерочках магнитах и тому подобное и круглый год у вас всегда в квартире будет такая баночка можно конечно и купить на рынке но если делать вот по такому способу квасить на трехлитровую банку 3 столовые ложки соли и 10 грамм сахара все растворили залили и поставили бродить главное не забыть повредить помидоре целостность ну что друзья не пора бежать снимать для вас новые видео а вы подписывайтесь на канал ставьте нравится всем добра вкусных помидоров хорошего настроения и душевного благополучия ваш послушно секреты рыболова хорошо получились сейчас все уйдет зря и и открыл